Приветствую вас, дорогие мои друзья, меня зовут Александрова Светлана. Друзья, мы завершили отправку всех посылок, выполнение всех ваших заказов. Все саженцы у вас уже дома и наверняка уже посажены. Я хочу поблагодарить вас, друзья, за то, что вы оказали нашей семье доверие и заказали саженцы у нас. И ваши добрые слова, ваши фотографии, отзывы, все говорит о том, что вы довольны, что саженцы уже растут и радуют вас, и украшают ваши сады. И это так прекрасно. Говорить о сложности этого сезона, друзья, я не стану. Вы и так все прекрасно знаете. Холодная весна, дождливое лето. И даже если было очень тяжело в моменте, мы все решили, все преодолели, и нас это только закалило. Мы со всем справились, друзья. Мы отправили все ваши заказы. И сейчас готовы предложить вам новый ассортимент на 2025 год. Заходите, друзья, на наш обновленный сайт. Обязательно зайдите в раздел информация и почитайте по пунктам условия заказа. Хочу, друзья, обратить ваше внимание, что мы принимаем заказы от двух саженцев. Это очень важно, потому что торфяной ком трехлетнего саженца весит примерно килограмм-полтора. И чтобы коробка была уравновешенной, мы выкладываем их навстречу друг другу, вольтом. При таком положении коробка уравновешена, саженцы не болтыхаются, лежат крепко и приходят всегда в хорошем состоянии. И еще, друзья, в этом году мы снова решили предложить вам двухлетний саженциклематис. Также обращаю ваше внимание, что заказы мы выполняем в порядке очереди. Вперед пропустим только южан, потому что у них в мае месяце, когда мы начинаем отправку заказов, у них уже жарко. Поэтому отправим южников и будем все посылочки отправлять в порядке очереди. Поэтому чем раньше вы сделаете заказ, тем быстрее вы его получите. Отправляем мы посылки май и июнь. Потом в июле у нас перерыв. И вторую отправку мы осуществляем в августе. И, друзья, немного хочу вам рассказать про ассортимент клематисов на новый сезон. Друзья, будет традиционный набор всем полюбившихся клематисов. Потому что их неприхотливость и обильность цветения проверены временем. У кого-то из вас еще нету того или другого сорта. Кто-то только начинает создавать свой прекрасный сад, и у него нет еще никаких сортов. А в том году кто-то из вас просто не успел купить понравившийся сорт. Чуть меньше, чем обычно, представлена первая группа клематисов «Княжики». Это уже хорошо знакомые вам сорта. Сорта которых давно не было. Их нужно было вырастить. Есть «Княжики» с яркими, насыщенными цветами и спокойными пастельными тонами. Выбирайте, друзья, «Княжиков» немного. Если, друзья, вы хотите приобрести понравившийся сорт, не затягивайте с заказом. В этом году не только меньше сортов, но и количество по каждому сорту предлагаем меньше. Это высокорослые многолетние лианы, которые останутся на опоре. Будут цвести дважды за сезон. Весной покрывая полностью все растение. Вот это необрезанные семенные коробочки. Это ковровое цветение «Княжика». Второе цветение где-то начинается с середины июля единичными цветами. На август приходится самое обильное цветение. И также единичными цветами продолжает цвести «Княжик» и в сентябре. «Княжики», друзья, могут в саду выполнять огромное количество задач. Помимо того, что эта многолетняя лиана, зимостойкая, неприхотливая, не требующая ни обрезки несколько лет, ни снятия с опоры, дает это растение большую лиственную массу, цветет различными цветами. По агротехнике все эти растения одинаковые. Они все многолетние лианы. Они все зимостойкие. Разнятся они только, друзья, формой, размером и цветом цветка. Вот этот туннель, который мы завершили, арочный в том году, это полудушки к дому, они прикреплены, засажены у меня «Княжиками». И за пару лет они полностью зарастут, и будет такой плотный зеленый туннельчик. Это розовые цветочки «Княжика Пинк Сюрпрайз». Это новая стойка, новая посадка. Вот они хорошо уже наросли, и каждый побег заканчивается цветочком. На этой арочке посажен сорт «Блю Сюрпрайз». А здесь цветет своими желтыми цветочками «Голден Дрим». Вторая группа крупноцветковых клематисов. Обязательно. Президент и варшавский «Найк». Мисс Бейтман и Мультипинг. Генерал Сикорский и Даниэль Деронда. И с голубыми цветами красавец Лазурштерн и мисс Челмандели. И невероятная, с огромными белыми цветами «Бьютифл Брайт». Прекрасная невеста. Также обратите, друзья, внимание на невысокие сорта клематисов второй группы обрезки. Сейчас они очень-очень популярны. Старые знакомые вам «Пилу», «Литл Мармейд» и японский сорт «Юки Камаши». Белый с голубой каемочкой. Очень красивый. И новинки сорта новой селекции. Это синий-сиреневый сорт «Вива Лавида». Красно-вишневый, бархатная «Зося». Сиреневый «Министр». Кстати, тоже старый сорт. Очень редкий. Если в вашей коллекции нет этого сорта, очень-очень рекомендую. Красавец. «Синемон Амур» и нежный белолиловый сорт «Мэнди». Хочу снова обратить ваше внимание, друзья. Много раз говорено и еще раз повторяю. Клематисы второй группы наращивают вегетативную массу, побеги замещения и корневую систему гораздо дольше, чем за этот же срок клематисы первой и третьей группы. То есть трехлетний саженец клематиса второй группы не может быть одинаковым по развитию, по внешнему виду с клематисом второй и третьей группы этого же возраста. Просто физиологически княжики и клематисы третьей группы развиваются быстрее. Поэтому, когда вы выбираете клематисы второй группы, пожалуйста, оценивайте не только климатические условия, но и ваш опыт, и знание, понимание клематисов вообще, а особенно клематисов второй группы крупноцветковых. Им понадобится чуть больше времени, не три года, чтобы стать взрослым развитым растением, а все четыре и даже пять. Поэтому, друзья, когда вы получаете клематисы третьей группой обрезки, трехлетние саженцы, у них плотно обвит торфяной ком корнями, а у клематисов второй группы обрезки за это же время корней будет в половину меньше, ровно так же, как и побегов. Если у клематисов третьей группы уже могут быть два, три или четыре, например, как у группы интегрифолия к трехлетнему возрасту, то клематисы второй группы обрезки могут расти до пяти лет на одном побеге. И это, друзья, особенности группы. Хотите сорта с большими цветами? Значит, дайте время, наберитесь терпения и дайте возможность саженцу развиться в полноценное сильное растение. Ну а потом оно обязательно порадует вас большими крупными цветами. Если ваши климатические условия не позволяют сохранять побеги прошлого года, когда клематисы эти проявляют самый большой размер цветка, а многие становятся махровыми на побегах прошлого года, они будут немножко позже цвести. Но, конечно же, сравнивать по размеру цветка вторую группу и третью группу невозможно. Ведь это же какая красота! Не отказывайтесь ни в коем случае. А такие сорта, как Асао, Андромеда, Варшавский Найк, не только отлично растут большими крупными цветами, как третья группа, но они еще очень зимостойкие. И в моем саду живут и зимуют с минимальным укрытием. Конечно, для второй группы, друзья, нужно будет создать более тщательные, более лучшие условия на зиму. Но если так не получается, выращивайте эти климатисы как третью группу. Лучше их утеплить, но, сделав это, вы получите стабильную зимовку и очень большие крупные цветы. Я думаю, что стоит потратить время на эти необыкновенно красивые цветы. Амашира, Тай, Мария Качинская, Фуджимусуми, Мисс Челмандели. Все эти климатисы второй группы при должном укрытии будут расти и цвести многие годы в вашем саду. На следующий год будут обязательно мелкоцветковые сорта. Я рада, друзья, что вы обратили на них внимание. Мелкоцветковые колокольчики Криспа Ангел, Рагучи, Фейри Слиперс, Хезер Хершел и королевские особы Принцесса Диана, Принцесса Кейт, Герцогиня Албании. Конечно, большие цветы второй группы необыкновенно красивые, но не всем подходят они по климату. Но у мелкоцветковых есть еще и другая задача. Они дополняют, они украшают, они подчеркивают красоту крупноцветковых сортов. А есть такие сорта, которым не нужны никакие соседи. Это, конечно же, друзья, самые популярные, самые сильные и мощные сорта Тунгутский, Витальба и Жгучий. В этом году Тунгутские представлены двумя сортами – Билл Маккензи и Мой Ангел. Это всегда желтые, внесмотрящие колокольчики, клематисы третьей группы. Кто-то их выращивает, как княжики. И лица у них такая же, резная, как у княжиков. И семенные коробочки, вот эти пушистики, у них тоже похожи на княжики. Но, друзья, это клематисы третьей группы. То, что они могут остаться на опоре, зимовать, как княжики. Это только потому, что они относятся к видовым растениям. Очень холодостойкие, очень выносливые, дают очень много побегов. Огромные, могут закрывать большие площади. Вот эти растения нам нужны для беседок, пергол, для заборов, для закрытия каких-то неприглядных стен. Ну и почему только для неприглядных? Для украшения тоже пригодятся. Великолепный полфаргес. Я знаю, что в том году не всем хватило этого клематиса. И сколько бы мы его не выращивали, его всегда мало. Вот посмотрите, какая красота. Это действительно белый снег. Это второе название клематиса. Сорт называется полфаргес или белый снег. Помните, этот клематис у меня весной обгрызли под укрытием с розами мыши. Ничего не осталось над землей. То есть этот клематис у меня в этом году полностью восстановился, как клематис третьей группы. Нарос за сезон в ту сторону. На арку залез на противоположную сторону. Вот такая огромная сила, вот такая мощь у этого растения. Это растение для больших стен, для беседок. В жаркий знойный день широкие листья клематиса создадут ажурную тень. А тонкий аромат белых цветов поможет создать атмосферу романтики. Это то, что нужно для посиделок вечера. Еще важно знать об этом клематисе, что он цветет во второй половине лета. Это не ранит цветущий клематис. Он даже при полной перезимовке побегов, если он будет у вас зимовать как первая группа, все равно зацветет только во второй половине лета. Но если он перезимует на всю длину, он станет еще в два раза больше. Ну и для летнего цветения непревзойденный, всеми любимый, сорт клематиса жгучего белое облако. Этот клематис, конечно, не возьмет высоту 7-8 метров. Он будет на солнце высотой 2 метра. В тени может вытянуться до 3 метров. Но обилие цветов, звездочек 4-х лепестковых, его тонкий легкий аромат и летнее цветение. Клематис белое облако хорош будет с любым другим сортом клематиса. Его можно посадить с розами, можно посадить с любыми растениями для объема, для того, чтобы подчеркнуть красоту другого растения. Как красиво смотрятся мелкоцветковые сорта клематисов с крупными цветами. Тех же клематисов, роз, гортензий, как фоновые растения, как растения, которые добавляют объем композиции. В этом году, конечно же, ароматные мелкоцветковые, мои любимые, ароматика, свит саммерлав и рубра маргината. Это, пожалуй, самый ароматный на мое восприятие запаха. Белые мелкие цветочки, такие же, как у манжурского, у клематиса жгучего, с розовыми кончиками. Клематис рубра маргината. И продолжаю, друзья, вас агитировать, рассказывать вам о достоинствах группы интегрифолия. Обратите внимание, друзья, на нее. Не бойтесь того, что они не цепляются. Это не является недостатком и легко решается подвязкой. В этом году почти вся серия реки. Прекрасные крупноцветковые сорта, обильно цветущие все лето. Вот сейчас сентябрь, и они до сих пор цветут. Зацветают самыми первыми в первых числах июня, и будут цвести до значительных холодов. Рекомендую. Выбирайте, не пожалеете ни секунды. Кусты здоровые. Посмотрите, какие зеленые, сочные листья. Никаких болезней, никаких повреждений. Вот эти розовые. Это Аленушка. Лиловый. Память сердца. Цветет сизая птица. Тоже интегрифолия. Конечно, это не то летнее цветение, но все равно, какое долгое и продолжительное цветение у этих сортов. И эти клематисы очень неприхотливы, очень зимостойкие. Не доставят вам никаких хлопот. Ну, кроме, пожалуй, того, что их нужно будет подвязать, потому что сами они за опору не цепляются. Это клематис Арабелла. Он хорош как при поднятом состоянии, так же и как почвопокровное в лежачем. Можно использовать его как душе угодно. Конечно же, друзья, всеми любимые сорта. Вильдолеон, Полиш Спирит, Камтес де Бушо. Двухцветные, очень красивые, мощные. Такие разные, с такой различной цветовой гаммой. Монин Скай, Скай Фолл, Клауд Бёрст, Веноза Виолация, Ашва, Принц Чарльз и Вайт Принц Чарльз. Это, друзья, витицеллы, которые будут свистеть с середины лета и до конца. И даже сейчас, в сентябре, есть еще также отдельные цветы. Из розовых сортов. Красавец Хегль Гибрид. Невысокий клематис, метр восемьдесят два, с крупными розовыми цветами. Кончики у лепестков цветка Хегль Гибрид заостренные. Хегль Гибрид в композиции с пурпурными помпушками Пурпуре и Пленный Элеганс просто неотразимы. Не останавливаясь в своем цветении, цветет сизая птица. По-прежнему в цветах Полиш Спирит. И Мазурик. Красавец Мазурик. Высокорослый клематис со среднего размера цветка. Тисненные, сжатые, такие розово-сиреневые. С таким сложным оттенком цветка. Растение достигает 2,5-3 метра. Усыпано цветами с середины лета и до поздней осени. Середина сентября, а Мазурик у нас еще до сих пор в цветах. И не обходите вниманием своим сорта, друзья, советской селекции. Аленушка, Сизая птица, Космическая мелодия, Негритянка, Лютер Бирбанк. Все эти сорта вы сможете заказать в нашем каталоге. Эти сорта по праву могут занимать достойное место в наших садах. Друзья, вот этот арочный туннель у меня находится с северной стороны участка. Он у меня служит ветрозащитой и снегозадержанием в зимний период. И здесь растут и цветут различные сорта клематисов. И все, кто у меня спрашивает, есть ли сорта, которые выдерживают полутень, то вот, пожалуйста, друзья, третья группа, первая группа. Выбирайте любой сорт. Княжики, клематисы, Этуаль Виолетт, Хегли Гибрид, Мазурик, Полиш Спирит, Тучка. Все эти сорта клематисов растут с северной стороны участка. На арках, перед которыми растут колонны, полностью увитые растениями, которые, в свою очередь, тоже создают тень. И при таких условиях, скользящей тени, эти сорта клематисов прекрасно растут и цветут. Из третьей группы также, друзья, представлены на сайте цветы с пурпурно-фиолетовым оттенком. Это сорта Жакмани, Этуаль Виолетт, Грюнвальд, Распутин с темно-чернильными цветами Романтика и мною любимый Полиш Спирит. Этот цвет, на мой взгляд, очень хорош для фоновых посадок. Мне нравятся ковровые посадки этих сортов, потому что они очень обильно цветут. И именно на этом фоне очень красивые цветники. И с белым цветом, и с розовым. И у меня тоже именно на фоне фиолетовых цветов Полиш Спирит высажены розы и гортензии. Розовые и красные розы хороши на этом фоне. Белые соцветия гортензии и розовеющие осенью также прекрасно смотрятся на этом сине-фиолетовом фоне. Для любителей красного света представлены сорта Руж Кардинал, Эрнест Мархем, Стасик, Славянка и красная огненная Мадам Джулия Карева. Мощный, сильный сорт Высокорослый Пурпурея Плена Элеганс. И еще, друзья, помимо ассортимента клематисов, я планирую расширять ассортимент многолетних цветов. Ирисы высокорослые, синие, низкорослые, желтые, флоксы, хосты, кустарники, гортензии, вигелы. Все то, что, друзья, растет в моем саду. Все самое красивое, друзья, неприхотливое, зимостойкое. Все то, что живет многие годы на моем участке, украшая мой сад. А теперь будет украшать и ваши сады. Друзья, я перечислила совсем небольшой ассортимент клематисов. Заходите на сайт и посмотрите сами. Ассортимент замечательных сортов клематисов гораздо больше. Обязательно зайдите в раздел информация. Почитайте по пунктам условия заказа. Делайте заказ, пишите правильно свой номер телефона. Указывайте телефон с WhatsApp, ведь вся переписка будет именно в WhatsApp. Но только если у кого-то его нет. Только тогда в Одноклассниках и ВКонтакте. Формируйте заказ только один раз. Если вы что-то захотите добавить в уже существующий заказ, пишите мне в WhatsApp, что вы хотите к вот такому-то заказу добавить. Подписывайтесь, друзья, на мой телеграм-канал. Их у нас два. Один рабочий и больше информационный. И второй мой, который я веду для вас. Рассказываю, показываю дела текущего дня. Делюсь с вами своими планами. Рассказываю, что сажаю, пересаживаю, как черенкую. В общем, всё, что связано с жизнью садовника. И ещё, друзья, важная информация. Сейчас на сайте работают с вами мой сын Владислав и моя невестка Светлана Вадимовна. Они занимаются сайтом, приёмкой ваших заказов. Отвечают вам на вопросы. Занимаются упаковкой, работниками. И всё это, друзья, сейчас лежит на их плечах. Полностью организация работы, так же, как и отправка в дальнейшем в летний период ваших заказов. Мне же, друзья, нужно время для того, чтобы заниматься черенкованием, посадкой, пересадкой, а также развитием нашего питомника. Друзья, обязательно мечтайте, планируйте и выбирайте растения для того, чтобы создать свой необыкновенный прекрасный сад. И пусть растения из моего сада помогут вам в этом.